МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире нашего телеканала программа калейдоскоп. И сегодня мы, как обычно, встретились за чашечкой кофе для того, чтобы рассказать вам обо всем самым интересном, что произошло в нашем городе за минувшую неделю. Маринка, ты заметила, что у нас сейчас танцы превратились в такое массовое увлечение? Я не знаю ни одного человека, который хоть раз не начинал ходить в какую-то танцевальную секцию. Вот у меня перед глазами живой пример. Да, Ирина, вот только показать свои умения и навыки в Рязани негде. Все фестивали сводятся к черному коту. Хотя Диана Мхитарян, возможно, заложила традицию нового фестиваля. Все краски Востока смешались в зажигательных танцах фестиваля Варда, впервые прошедшего в нашем городе и организованного одной из ведущих танцовщиц Рязани Дианы Мхитарян. Для нее организация этого фестиваля – первый опыт. «Первый блин всегда комом» – это пословица явно не про Диану. Фестиваль получился ярким и динамичным. Красочные костюмы, высокая техника исполнения и, конечно же, самые красивые девушки. Все это полюбившийся рязанцам танец живота. «Первый блин» Для самих девушек подобные фестивали – это не просто возможность показать красоту своего искусства, но и определенный стимул. Они очень нужны, мы всегда их очень ждем. Для нас прямо это на вес золота, так как в Рязани не очень часто их проводят. Сейчас уже с годом в год все больше и больше нас это радует. Во-первых, мы к ним очень долго готовимся. И девочки, есть стимул для того, чтобы заниматься, для того, чтобы расти, исправлять ошибки, шить костюмы. То есть для участниц это имеет большое, очень огромное значение. И стимул для того, чтобы дальше заниматься для многих. Фестивали проводятся для того, чтобы человек мог показать себя, пообщаться с людьми, с которыми у них что-то общее. Потанцевать перед чемпионатом, к примеру, попробовать сцену, постановочку какую-то свою показать. Ну и вообще для себя, потому что танцы – это, конечно, как второй мир. Зрители насладились не только танцем живота, хотя именно он и считается основным направлением восточных танцев. Но также они смогли познакомиться с некоторыми национальными постановками различных народностей. Восточный танец становится популярным и среди детей. Так коллектив «Рахат Лукун», являющийся призером Рязанского чемпионата, представил несколько номеров, в числе которых были как групповые выступления, так и сольные. Из этих детей обязательно получатся уверенные в себе люди, что немаловажно, особенно в современном мире, добиваться своих целей, лидировать во всем – в работе, в отношениях. Сейчас вообще очень популярно, на самом деле, когда детишки выходят, танцуют «Восток». Ну, вы видели, да, у них так получается, это прикольно. Так это мило, так нежно, так аккуратно, игриво как-то. У них есть и специальные стили, и, в принципе, сейчас это уже как-то более развито с детьми. Будем надеяться, что этот фестиваль станет ежегодным, и в следующем году будет и еще больше участников, а значит, и еще больше положительных эмоций у зрителей. Марин, вот у тебя какие ассоциации вызывают слово «чемпионат»? Мира по футболу или по вольной борьбе, ну, в любом случае, что-то спортивное. Вот так вот. Ну, ты знаешь, я на днях убедилась, что чемпионат может быть не только в каких-то видах спорта, но и, например, чемпионат по парикмахерскому искусству. Я тебе скажу, накал страстей такой же, только мне кажется, все еще более красиво и ярко. Искусство делает людей красивыми. Именно в нем соревновались 60 участников третьего открытого чемпионата Рязанской области по парикмахерскому искусству. Лучшие стилисты города, а также Рязанская и Московская областей трудились в нескольких номинациях. Кто-то создавал лучший фантазийный образ, другие работали над мужским стильным обликом. Ну, а некоторые участники готовили модели к главному событию в жизни любой девушки – свадьбе. Здесь можно было встретить как нежные классические образы невест, так и весьма экстравагантные. Так, например, Татьяна Сильнемирова готовила к торжеству невесту-байкера. У нас на рынке потребности совершенно разные. У нас не только классическая невеста. У нас есть определенные категории людей, в том числе байкеры, годы, которым тоже хотелось бы что-то такое необычное, и в то же время хотя бы чуть-чуть женственное. Сложно представить, но на такие сложные прически отводится всего 25 минут. Однако настоящим мастерам создать за столь короткое время шедевр – не проблема. Насколько это вообще реально за 25 минут создать? Ну, если хорошо подготовиться, конечно, реально. Если такие рамки устанавливать, то, конечно, так возможно будет. Казалось бы, с мужчинами все должно быть намного проще. Длинные локоны и сложные конструкции – не для них. Но с короткими волосами, как нам поведали профессионалы, еще сложнее. Здесь требуется особая точность. В плане техники работа очень сложная. То, что буквально ошибка короче одного миллиметра – уже все, уже пятно заметное и работа негодная. На подготовку по созданию этого образа у Виталия ушла не одна неделя. Ведь все – от одежды и аксессуаров до стрижки – приходилось подбирать и делать самому. Такой современный образ. Образ, наверное, сейчас очень модное такое течение – хипстеры. В образе 60-х годов. Это Англия. Все такое. Вот, все. Итог – очаровательный молодой человек, разбавивший компанию не менее очаровательных девушек. Вообще на этом чемпионате все было красиво, технично и с фантазией. Я бы хотел заметить, что сегодняшний чемпионат, на мой взгляд, значительно техничней в исполнении работ, чем прошлый чемпионат, который у нас был, можно сказать, первым полуфиналом чемпионата России. То есть мы наращиваем обороты. Техника растет, мастерство растет у парикмахеров. Кстати, победители чемпионата получили в подарок не только памятные призы и медали, но и право представлять наш регион в финале чемпионата России в 2014 году в Москве. Марин, вообще нас окружают суперкреативные люди. Но вот смотри, каких только конкурсов и фестивалей у нас уже не придумывали. Ну ладно спорт, ладно танцы, парикмахерское искусство, но ведь и проводятся конкурсы на лучшего участкового, лучшего почтальона. А вот недавно прошел конкурс на лучшего экскурсовода. Да ладно? И что они там соревнуются в том, кто лучше проведет экскурсию? А вот давай посмотрим сюжет и все узнаем. Узнать и рассказать множество интересных исторических фактов о нашем городе, пожалуй, именно так упрощенно можно охарактеризовать суть конкурса на лучшего юного экскурсовода. В нем за звание знатоков истории родного края боролись учащиеся образовательных учреждений, в которых проходят занятия по основам туристско-экскурсионной деятельности. Конкурс проходил по нескольким номинациям. Множество открытий было сделано ребятами в ходе их работы, которые, кстати, поразили даже взрослых. Меня порадовала очень номинация «Улица моего города», которая открыла для нас и неизвестные страницы, например, улицы Почтовой, и детский профессионализм, который показали участники конкурса. И неожиданно для меня, например, было признание в любви нашему городу, нашего нового гражданина из Узбекистана, который живет в городе Рязани, Ильнура, который нам не только с нами поделился впечатлениями об улице Есенина, но и рассказал об истории некоторых ее знаковых зданий и рассказал вообще об истории названия этой улицы. Это было неожиданно и приятно. Подобные мероприятия помогают детям лучше узнать историю нашего города, а значит взглянуть на него другими глазами. И открыть для себя и для нас, взрослых, много нового. По итогам конкурса состоялся праздник награждения, на котором лучшим из лучших вручили дипломы и ценные призы. Ну а напоследок расскажем нашим зрителям, где в Рязани еще можно обогатиться духовно. Конечно же в Кремле. Там открылась выставка кукол. Сегодня куклы это не только игрушки для детей, но и увлечения для взрослых. Кто-то их коллекционирует, а кто-то делает своими руками. Одни создаются просто для красоты, а другие вполне могут донести до нас интересную и занимательную информацию. История в кукольных лицах. Пожалуй, именно так можно охарактеризовать выставку кукольной истории, открывшуюся в Рязанском Кремле. Здесь на стеклянных стеллажах с удобством расположились более шести десятков русских царей и цариц, императоров и императриц, а также некоторые правители Западной Европы. Все они были сделаны руками рязанской художницы Людмилы Кулешовой. В 2009 году моей внучке Наташа, как взаимно по истории, нужно было сделать какую-то поделочку на историческую тему совместно со взрослыми. Ограничилось все XVI веком. XVI век – это, конечно же, Иван Грозный, ну куда уж без него. В общем, мы с ней сделали куклу Ивана Грозного из Папьямаше. Она ее благополучно защитила, и кукла была подарена школе. Потом появился еще один Иван Грозный, который и положил начало коллекции. Ну а дальше Людмила уже не смогла остановиться, ведь интересовала ее и кукла, и исторический костюм с самого детства. Просто не хватало времени заняться тем, к чему тянула. На сегодняшний день мастерицей сделано более ста кукол, хотя по задумкам автора коллекция должна была получиться гораздо меньше. Мне хотелось показать, так сказать, развитие, вернее, развитие, а изменение моды на примере костюма в русской знати. Первоначально я хотела бы готовить всего лишь 22 куклы. То есть, допустим, одна кукла в шубе, одна кукла в царском одеянии, дальше Петр I, в общем, так последовательный дом Николая II. Потом посмотрела, что-то прям явно не хватает, нужно было восполнить весь этот ряд. Ну вот отсюда уже так постепенно сделала всех остальных кукол. Ознакомление с экспонатами выставки похоже на путешествие по страницам истории. Здесь вы без труда найдете и узнаете первого императора России, Екатерину Великую, да и царя Ивана Грозного вряд ли с кем-то спутаете. Удивительное внешнее сходство, а также детально проработанные исторические костюмы дают нам возможность с точностью определять очередных известных личностей. Вот только одеяние мальтийского рыцаря на императоре Павле поначалу вызывает вопросы. Как личность он мне очень нравится, потому что он был необыкновенно образованным человеком. Получил великолепное светское воспитание. В общем, бабушка постаралась, что называется. А это просто, во-первых, необычный наряд для всей этой коллекции. Поэтому, когда я увидела репродукцию с картины, что он именно в таком виде стоял, думаю, нет, мне нужно непременно его сделать, что, в общем-то, я и сделала. Дело в том, что в свое время мальтийские рыцари искали поддержки у всех европейских государств, и в том числе у России. И вот они предложили ему стать красмейстером мальтийского ордера. Он, в принципе, с благодарностью принял этот орден, вернее, несмотря на то, что он был христианин, а не католик. Изначально своих кукол Людмила делала из папье-маше. Теперь же она предпочитает использовать фарфор. Ее произведения кукольного искусства уже не раз бывали на различных конкурсах и выставках за границей. В Италии, Испании, Германии и Польше, где занимали высокие призовые места. Теперь возможность прикоснуться к миру кукольных историй есть у каждого рязанца. Выставка будет работать до 20 декабря. Несмотря на осень, старайтесь меньше времени проводить дома. Ходите на спектакли, выставки, концерты и фестивали. Ну, а мы прощаемся с вами до следующей недели, когда мы вновь познакомим вас с самыми интересными событиями, которые произошли в нашем городе. До встречи! Подчеркнуть красоту, сохранить молодость помогут вам мастера маникюра и педикюра, парикмахеры, специалисты массажа и косметологии с медицинским образованием. Салон красоты «Белая зависть». Звоните 46 49 30.